Всем привет, друзья! Сегодня я вам почитаю новости с выражения, потому что появляется новая акция Торговый караван, в ней нужно немножко поразобраться, чуть-чуть тут не так все тривиально, как могло бы показаться, и поэтому я решил даже в видео вам отдельно все рассказать. Братцы, пока мы с вами играем в игры, кто-то их разрабатывает. Да-да, не удивляйтесь, и очень часто мы слышим или даже сами говорим не самые лестные слова в адрес разработчиков за те или иные баги или глюки в наших любимых играх. Но хочется получить качественный продукт, не правда ли? Но как вы спросите, а все просто, есть возможность самому взяться и внести свой вклад, попутно став высокооплачиваемым специалистом. Ведь правда, все что нужно, чтобы не было багов, это грамотные тестировщики, способные еще до выхода игры или очередного ее обновления отловить все баги и глюки, которые только бывают. Чем занимаются тестировщики конкретно? Инженер по тестированию контролирует качество IT-продукта. Его задача – это поиск и анализ ошибок, багов, запись их в отчет и передача разработчикам. Например, выдержит ли онлайн-магазин, если за покупками придет сразу тысяча пользователей? Корректно ли работают фильтры, сортировка товаров и так далее? Тестировщик находит эти баги и отправляет их на доработку программистам. Что еще важно? Тестировщик – это самый простой способ войти в IT. Ведь для старта достаточно основ компьютерной грамотности и желания. Начав с этих азов, все другие горизонты откроются гораздо быстрее. Ну а что по зарплатам? В среднем тестировщик получает 120 тысяч рублей. Неплохо? Сколько времени займет обучение? На курсе «Тестировщик с автоматизацией на Python» – это такой язык программирования, который называют обычно Python – от онлайн-школы Skill Factory – понадобится 4 месяца для понимания ручного тестирования. А за 8 месяцев вы научитесь писать автотесты на Python, которые значительно ускорят процесс и сделают тебя очень востребованным на рынке IT. Язык программирования Python идеален для начинающих. Простой синтаксис. Просто написание и отладки очень короткие и требуют минимального количества кода. Популярность Python стремительно растет и сейчас опережает Java. Python активно используется в Data Science, на нем пишут скрипты для всех популярных игр, которые вы только знаете. Обучение в Skill Factory – это то, что нужно. Обучение на 80% состоит из практики. Менторы поддержат на всех этапах обучения. А уже на четвертом месяце обучения специалисты карьерного центра начнут искать применение полученным знанием. У этих ребят высокие оценки и хорошие отзывы на независимых площадках типа Google, Яндекса или отзывика. И что важно, 25% студентов приходят на курсы тестирования в Skill Factory по рекомендациям от друзей или знакомых. Как говорится, плохое не советуют. А еще говорят, что самые лучшие инвестиции в самого себя – профессиональное обучение с поддержкой в процессе и помощью после. Не это ли сказка? Если ты в поисках, пробуй. А там-то выгляди, и все баги в играх уйдут в историю, а ты станешь успешным айтишником. А для моих подписчиков в Skill Factory подготовили крутой бонус – промокод Amway на скидку 45%. Промокод и ссылку на ребят я оставил в описании. Ну а мы продолжаем. Какая здесь история? Она займет очень коротенькое время. Всего лишь 4 денечка. С 16 по 20 февраля. Начнется в 16 и появляется у вас, появится в ангаре в карусели вот такая вот специальная иконка, ну или специальный раздел в магазине, который как раз и будет называться торговый караван. Краткая суть – это некий микс какого-то черного рынка, но без аукционов, и вот этих всяких фонкригерских коробок, которые мы открывали, прокручивая в них варианты, если они нам не нравились за серебро. И здесь примерно так же. Что в этом торговом караване попадется? Например, премиумная или акционная техника. Т-22 средний внезапно. ИС-30 механизм заряжания, СУС-30ПМ и многие другие машины, в том числе наборы и закредиты. Какой прям танк можно будет купить за кредиты, пока неизвестно, но вот посмотрим. Дальше 2D и 3D стили. Среди них есть два новых. Это 10-й олень для PC-7. Сам по себе танк, конечно, не кудышный, но стиль очень красивый. Он, правда, новогодний. Не знаю, почему его на Новый год куда-нибудь не двинули нам. На Европе он уже давным-давно где-то катался, я его от видел. Но, тем не менее, новогодняя такая вот елочка вокруг ствола, намотана с гирляндами, с коробочками подарочными и все такое. И на ЮДАС-15-16 живая сталь. А почему он называется живая? Потому что танк весь как будто в каких-то неких шрамах, в скобках. И внутри в нем как будто бы прям адское пламя какое-то. Некий Франкенштейн. На вид вот такой вот стиль очень красивый, с эффектами, свечениями. И даже вот у него по ушам такие какие-то антенки специальные, там тоже какая-то из них беда немножечко светится. Короче, очень клевый, необычный, со свистоперделками. Многие, кто любят, оценят. Ну и дальше техника в аренду, усовершенствованное оборудование, боновое, премиум аккаунт и другое. Новинка в этом всем деле это Кировец-1. В этом видео мы его подробно рассматривать не будем, потому что для этого требуется больше времени. И в том числе наличие танка, который я мог бы заранее покатать. Поговорим об этом в другой раз как-нибудь. Но по сути это ИС-3, который выглядит чуть-чуть по-другому. У него те же самые параметры в основном. Ну и там, не знаю, разница будет только в таких нюансах, которые уже обсудим в отдельном видосе. Как вся эта история будет выглядеть у вас в ангаре? У вас будут появляться различные предложения. И вам можно их бесплатно три раза в день менять, листать. Каждый раз после этих трех бесплатных раз замена будет стоить 75 тысяч серебра. Притом они подбираются случайно и вам могут повторяться, если они уже выпадали до этого, как здесь написано. Все предложения, которые вам понравятся, можно сохранять как бы закладками себе в подборочку. И в этой подборочке у вас может быть до шести товаров. Если появляются какие-то товары, которые еще лучше или еще более нужны для вас, вы можете старые какие-то или менее нужные из той подборочки убирать, заменяя их на новые. Тем самым у вас будет специальный ваш личный каталог. При том, что сама акция с этими всеми появлениями до 20 февраля, купить эти товары можно будет до 22 февраля конца дня. Ну, практически до начала 23 февраля. Такая вот тема. Причем на все эти товары еще может распространяться скидка. И она формируется благодаря спросу игроков. Здесь все вот реально не очень просто, поэтому я и хочу вам это все проговорить. Мало ли кому помогу. Итого скидка на некоторые товары может достигать 25%. Если кажется, ну типа, зачем мне боновый досал за 5000 бонов, он и без того стоит 5000 бон, но если будет на него скидка в 25%, к примеру, то вот как здесь на картинке она нарисована, видите, 4800 вместо 5000, то возможно это предложение выгодное. Ну и так далее. То есть у вас на экране будет вот такая вот тема с шестью вашими вариантами, которые вы выбрали. Понравившиеся вам варианты вы можете лайкать. И количество лайков будет определять скидку на этот товар. Например, вот здесь на картинке на премиум аккаунт годовой скидка сделалась 10%. И купить его можно не за 24 тысячи золота, а за 21. Ну и так далее. Стили за серебро, танки, стили за, видимо, 3D стили за золото и так далее, и так далее. Причем есть еще какая-то отдельная беда, это некоторый дефицит, потому что товары в процессе всего этого, всей этой продажи, они как будто бы могут даже заканчиваться. Не знаю, в чем прикол виртуальных пикселей, зачем они заканчиваются, но, видимо, создание ажиотажа должно подстегивать нас поторопиться с покупкой. Что-то вот в этом духе. Ну и, короче, вы поняли. То есть, как видно здесь, за золото будет продаваться все то же самое, что и обычно продается за золото. Только некоторые товары у нас являются здесь новинками. Или ограниченной продажей. 2D стили продают за серебро, а за бон и всякая боновая оборудка. Может быть, поедет что-нибудь еще, пока непонятно, но время уже покажет. И, короче говоря, по итогу всего этого дела, за все эти 4 дня у вас может скопиться подборка из тех товаров, которые вам больше всего нравятся, за которые вам стоит поставить свое сердечко. Сердечко ставите, скидка копится, и когда она достигает максимального 25%, тогда уже можно покупать с максимальной выгодой. Но при этом последовать за наличием товара, потому что некоторые могут не дожидать этой скидки, разбирать все эти виртуальные пиксели до того, как они закончатся. Поэтому вам может просто вашего товара не хватить. Как-то так примерно, если в двух словах все это объяснить. Конечно, более подробно и понятно разжевано в видео, которое сделали Wargaming. Давайте самый интересный момент как раз его и посмотрим. Каждое новое предложение подбирается случайным образом. Если оно вас не заинтересует, его можно пропустить. Возможно, следующее понравится вам больше. В день вы можете пропустить три предложения бесплатно. А каждое последующее будет стоить 75 тысяч кредитов. Для большинства предложений действует накопительная скидка. Ее размер будет зависеть от того, насколько игрокам нравится данный товар. Для этого нужно за него проголосовать. Чем больше игроков это сделают, тем выше будет скидка. В день каждый игрок может проголосовать за пять различных предложений. При этом два раза проголосовать за один и тот же товар не получится. Но его можно сохранить в избранное, чтобы не потерять, пока копится скидка. Главное, в погоне за выгодной ценой помните, что количество многих товаров ограничено. Следите за специальной шкалой, чтобы не упустить нужные вам предложения. В конце события, когда караван начнет собираться в путь, у вас будет время, чтобы выкупить сохраненные предложения и даже проголосовать за них. Но поспешите. Хорошие товары ждать не любят. Короче говоря, это очередная история про то, что если вы и так собирались чего-то покупать, то здесь это можно сделать с небольшой скидочкой. Ну а если у вас накопилась куча серебра и вы хотели купить что-нибудь эксклюзивное, например, 2D стилечек какой-нибудь, то тоже это можно сделать. Чтобы здесь, как на черном рынке, за серебро купить прямтанк, я такого не думаю, что будет. Но обычная лайтовая продажа, просто под новым соусом. Она выглядит свежо, вполне нас как заинтересует. И поэтому маркетологи, я думаю, картофельные поработали здесь на славу, потому что это правда здорово. Хорошая, веселая акция с Blackjack'ом и Coral One'ами, которые можно грабить, джвагода ждал. Это все, ставьте лайк, если вам понравилось видео, если вы немножко разобрались в этой всей истории и будете ее ждать. Ну и подписывайтесь на канал, потому что совсем скоро мы покатаемся на Kira C1 и узнаем, насколько он отличается от XA3 и отличается ли в лучшую сторону. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok